Приветствую вас. Первое на первое хочется сказать, что психологи не дают советов. Психологи делают анализ и на основе анализа уже либо вырабатываются рекомендации, либо, соответственно, составляют программы, значит, коррекции для вас, ну, для клиентов. Вот, поэтому советовать, я думаю, вам могут друзья, знакомые, близкие, родные, коллеги, но не психологи. Вот. Дальше, значит, если вы знакомы с мужчиной Тригоря, и за это время человек никак себя не проявил по сути, только лишь, когда находился в состоянии алкогольного опьянения, в этот момент он вам позвонил и, значит, что это предложил, предложил вам. Вот, если дело вставить так, то я думаю, что тут все там, всего, что вы рассказали. Далее, машина просто нерешительная, нерешительная, что есть, человек не готов принимать ответственность. Действительно, вот, за себя. Просто ответственность, братья, не готов, человек. Так, вы ему вроде бы нравитесь, вы его вроде бы привлекаете, вот, вроде бы, вроде бы, вы лучше, чем его девушка, ну, ну, вот, с которой он вручается, да? Вот, вроде бы, все это есть, но при этом явно, мужчина не готовит делать себя вперед. Почему? Ну, здесь ответ может быть самый разный, начиная от того, что человек может бояться, да, ну, просто бояться, бояться того, что, ну, что с вами у него может не получиться ничего, до простого страха принимать какие-то решения, вот. Если, если присмотреться, то, может быть, вы заметите, что он, мужчина, ну, привязан к своей маме, ну, может быть, привязан к ней, либо зовите, может быть, других людей, либо, просто у него есть такая вот критическая потребность, ну, чтоб ну, да, в ком-то, да, быть с кем-то и, соответственно, опираться на этого человека. Ну, просто вот опираться из-за того, что сам мужчина постоянно сомневается. Я думаю, что ваша мысль о том, что вы ему не очень нужны, свидетельствует скорее о вашей собственной неуверенности в себе. Ну, потому что вы боитесь, может быть, человека потерять, вы боитесь, может быть, с того, что останетесь одна, например, может быть такая история. Вот. Ну, в любом случае, это проект комиссия. Если бы вы были мужчине не нужны, то он вас не приглашал бы, вот, и он бы, не горели бы у него глаза, и так далее, и так далее. Здесь, на мой взгляд, все очевидно. Вот. Что касается того, что чтобы закончить отношения, ну, вот, свои старые, старые, что здесь, я думаю, что вы идеализируете, потому что, понимаете, если человек хочет закончить отношения, он их закончит сразу, ему не нужно времени, 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 для этого. А, если он не заканчивает их, то есть, ну, если он тянет резину, то, скорее всего, отношения он никогда не завершит. И здесь, конечно, для меня есть определенная загадка, что есть, вы говорите, что, вы говорите, что у него горят глаза, у вас горят глаза, но при этом у него есть девушка, то есть, как так вот, что у него есть девушка, но при этом вы с ним как-то ну, серьезно строите отношения. Вот. Для меня, если честно, это непонятно. То есть, либо вы так не цените себя, не уважаете в достаточной степени, что допускается, что мужчина ну будет выбирать между вами и другой девочкой. то есть, вы допускаете для себя не единственное место в жизни мужчины. Это вот непонятно. То есть, как у вас дела обстоят самооценкой, что вы вместо себя и своего поведения, своей позиции, своего места в этих отношениях, вы пытаетесь вместо этого понять его. То есть, по сути, вы ставите его эмоции, его интересы, его чувства, привычи своих. Вот. Это явный признак созависимости. Ну, на мой взгляд. Ну, вот. созависимости люди, значит, не уважают себя, свои желания, значит, ставят в усердь желания другого человека и либо делают для него какие-то вещи, за которые потом будут будут его винить, например. Вот. Либо значит, не делают ничего такого, но при этом снова и снова в нем нуждаются. вот. 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 Я рекомендовал Вам посмотреть именно на свою смартинку мсобразисы, насколько Вы любите себя, насколько Вы цените себя, вот. и так далее. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, то пишите. Буду рад вам помочь. Всего доброго!